Мне кажется, что такие огромные очереди можно сейчас встретить только в метро в час пик или на выставку рептилий. Сегодня у нас нету задачи показывать вам животных, хотя и животные будут, действительно, вы животных увидите, но сегодня нам интересно поговорить с людьми, узнать их мнение, узнать их отношения, узнать, как мы все относимся к животным. Давайте поговорим с теми, кто содержит животных и даже с теми, кто их не содержит, но просто их любит. Филипп, вы сюда пришли, значит, вы интересуетесь животными? Да. А какими? Насекомыми. И у вас дома есть насекомые? Да. И вам нравится? Да. Скажите, почему это вам так интересно? Не знаю. Но просто очень интересно? Да. А если бы не было у вас насекомых, вот было бы весело жить или нет? Не очень. Вы считаете, что это нормальное увлечение? Вы не против? Я считаю, что это самое правильное увлечение, которое может быть. У меня четверо детей, и я поддерживаю всех своих детей в увлечениях животными, всех видов. Нравятся насекомые, пожалуйста. Хочешь медведок? Сыночка, да, буду? Медведок. Они жили, они так громко кричали и сверчали, но это был кайф ребенка, несравненный ни с чем. Он изучал, он пытался размножать, они у нас достаточно долго прожили. Вот. Я считаю, что это самое правильное, что может быть, поддержка своего ребенка в увлечении нашей природы живой. Я считаю, что расширение кругозора безграничное. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а вы какими животными занимаетесь? Вовлекаешься. Я рептилиями. Ксюш, маленькими. Так, и не считаете это ужасным? Это просто мелочь. Не считаю. А почему вы стараетесь подпитывать? Какая-то идея под этим? Ну, почему не, не знаю, там не увлечение, компьютерный клуб или что-то? Почему животные? Ну, потому что, наверное, они в маму. Я тоже очень... Ты уже от всех животных рассказала о своих, да? Да, да. Ну-ка, 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 интересно. Очень много животных. Кошки, собаки, крысы, канарейки. Два кролика. Два кролика. У нас были два юблефара. Да, девушка. Знаю, это здорово, это классно, это свой какой-то мир. Замечательно. Для детей может ли это быть полезным, на ваш взгляд? Естественно, да. Конечно. Общение с животными. Общение с животными, мне кажется, это первоначальное. У нас шло сначала животные, потом игрушки. Так с детства они у нас растут. Ответственность, дисциплина. Они знают, что если они пока не встанут, ни на кормят, ни вычистят, других дел у них не будет. Это они четко знают. А вот вопрос. Кошки, собаки. Сейчас очень много говорят, зачем вам другие животные, когда есть кошки и собаки. Держите кошек и собак, и хватит с вас. Вот правда или нет? Нет. Алексей-младший, к вам вопрос. Вот вам интересны животные, я понимаю? Да. Какие и почему? Ну, мне интересны дендропатусы, потому что это очень красивые лягушки. Ну, вот, как я узнал, раньше это был вымирающий вид, но сейчас из-за большого интереса к ним их уже разводят, и вымирание им не угрожает. Так, и вопрос к Алексею Старшему. Я понимаю, что, в принципе, вы не против такого увлечения, а есть ли польза? Вот видите ли вы пользу для ребенка и для себя? Ну, самая главная польза – это энергии созидания нового мира живого, который мой ребенок творит каждый день. Это самое ценное, что я вижу вообще в воспитании своего сына. И я поддерживаю это полностью всей душой, телом и кошельком. А как ребенок относится к животным? Ребенок как относится? Обожает. Обожает, говорит. Обожаете животных? Да. Должен ребенок общаться с животными, на ваш взгляд? Конечно, это какую-то близость с природой создает. Вы пришли сюда за первым своим животным. И у вас совершенно замечательный королевский питон, я смотрю. Да. Альбиносик. А откуда желание? Интересно. Детро было. Очень интересовалось животными, в частности, змеями. Восхитительные животные, на самом деле. Просто завораживающие. Душа поет, радость. Все, это член семьи. Все. Меня зовут Настя, я учусь на первом курсе биологического факультета Казанского университета. И я попала туда. В принципе, благодаря вам, вашим видео, я еще в 11 классе сомневалась, куда мне идти. Но, посмотрев на ваших лягушек, рептилий и вообще, то, чем вы занимаетесь, мне захотелось самой. И теперь, я думаю, пойти на зоолога. То есть, вы считаете, что правильное занятие? Да. Меня зовут Тоня. Вы занимаетесь животными? Да, я их очень сильно люблю. Я думаю развести углеварок в первый раз. Да. Я подойду под конец, когда я даже не знаю. Что вы думаете по поводу содержания животных дома? Вот нравится ли вам? Да, нравится. Я думаю, то, что это хорошо содержать дома, ну, это очень круто. Полезно? Да. Вам что-нибудь дает вот для души, для сердца? Да, дает. Мне становится очень тепло на душе. Да, так же, наконец-то, ну, как бы можно сказать, я смотрю на детей, они только смотрят с телефона, они, например, на животных, на биологию. Отлично. А кем быть собираетесь? Ну, ветеринаром. То есть, всерьез наш человек, уже планы есть какие-то, да? То есть, в принципе, занятие животными помогает даже определиться с будущей профессией, еще с раннего возраста? Да. Слушайте, это здорово. Спасибо вам огромное. Как вас зовут? Коля. Животных не держите? Нет. И, как я понял, по травме увлекаетесь футболом? Да? Да. А вообще отношение, несмотря на увлечение футболом, отношение к животным какое? Любишь животных? Да. Люблю. Вообще дома держите что-нибудь? Ну, футболоми не позволяют. Но это вообще стремимся, мы его глазами смотрим. Мы смотрим канал ваш замечательный, обожаем его. Узнали вас благодаря Нике. Но пришли сюда посмотреть на животных. На животных, познакомиться с вами непосредственно. То есть, все-таки, несмотря на то, что животных дома нет, отношение положительное? Безусловно. Целиком полностью поддерживаем вашу позицию. И то, что люди этих животных держат, они не кажутся вам странными или сумасшедшими? Мы преклоняемся перед этим. Это просто, это потрясающе на самом деле. Вы делаете очень большое дело. Я студент-медик, работаю в больнице. Сначала купил у Блюфара, потом купил Бандаена, потом Рогатку, а потом меня накрыло. Потом я накрыл других сотрудников больницы. Пять человек привел и у Блюфара всем раздал. Популяризация. Все счастливы. Все счастливы. Все радуют детей. Дети приходят, благодарят. Детей домой вожу, показываю, рассказываю, что и как. Я в школе занимаюсь углубленным изучением биологии и экологии. Школа с фоном. Уже есть террариумы, уже есть и амфибии, и рептилии. Меня зовут Илья. Мне исполнилось 11 лет, и я очень люблю рептилии. И вы приехали сюда из Иркутска, и это подарок от родителей на день рождения посещения выставки. Да. Какое-нибудь другое занятие, вот если бы вам сейчас предложили заниматься чем-нибудь другим, или рептилиями, или чем-нибудь другим. Ну-ка. Ну, я еще увлекаюсь хореомистикой. Все равно животными, да? Да, животные. Смысл жизни, интерес, вот, наверное, в этом. Да. Хорошо. А вот что мама расскажет нам по этому поводу? Вот насколько... Я понимаю, что вы не против, раз уже такой подарок сделан ребенку, вы не против. А просто вариантов уже не остается. Когда ежедневно просто разговоры об этом. И в интернете, если мы висим, то это только на всевозможных сайтах. Мне кажется, иногда даже через чур... Он создает температуру и всевозможные условия рептилиям, но не себе. Хорошо. А с другой стороны, вот боитесь ли вы... Очень. Что, нет, другой, другой... Вы боитесь, но, тем не менее, разрешаете. Да. А есть ли у вас опасения, что ваш ребенок в 15 лет пойдет в подъезд пить пиво? Вряд ли. Вряд ли? Потому что при таком увлечении, да, и такой занятости, и интересе вряд ли. Да. Учитывая, что я даже и на интернет не очень боюсь, что он где-то, может быть, в какие-то игры играет. Потому что он не играет. В интернете только на сайтах всевозможных... Мне еще недавно подали... Аквариумных, рептилиумных и прочих. Вот, еще и змею. То есть, все-таки польза, наверное, есть. Конечно. Очень плохая среднеазианская, да. Вот так. Отлично. То есть, юный коллекционер, юный террорист, еще один растет. И мы не боимся, что он будет пить пиво и лузгать семки. Он будет заниматься диалогом. У нас пять ящериц. Так. Бородатые агамы. Так, вот бородатые агамы, я вижу, вы приобрели уже. Это уже третий, это самец. У нас две девочки. Лягушка, комодина, фонарейки, крошка, котенок. Вот. Вот. То есть, если вы держите экзотических каких-то животных, это же не мешает вам держать кошку и любить ее, да? Да, и обычных животных экзотиков. И вот мнение мамы. Опять же, у всех мам спрашиваем, что мамы говорят по поводу того, что дети с животными. Это, между прочим, мама заболела этим и подключила ребенка. У нас 100 животных дома с улиточками. Фантастика. 60 улиток, остальное вот рептилии, птицы, млекопитающие. Шиншиллы есть. А семья дружная? Ну, у меня пять сыновей. Отлично. И это не мешает заниматься, и детям нравится. Это не мешает, мы вместе кормим. Мы берем, режем овощи, фрукты, берем насекомых, идем кормить за макс. То есть, вы, как представитель многодетных матерей, ничего не имеете против животных в доме? Это не коза, чтобы были животные, чтобы люди любили животных, особенно содержали их у себя дома. Изучали, главное, как правильно их содержать, как правильно кормить, ухаживать, разводить. Потому что благодаря нам, любителям животных, многие виды существуют и вообще в природе, и в жизни. Меня интересует ваше внутреннее отношение к террористике, вообще к животным, к содержанию животных. Что оно вам дает? Вот, да, вот вы держите животных. Держите, потому что вам это дает какие-то деньги, или по другим каким-то причинам. Зачем мы этим занимаемся? Ну, лично для меня, несколько лет назад, это стало смыслом жизни. То есть, допустим, я фанат тех же хамелеонов, и для меня это... Вот я себе комнату оборудовал, да, вот у меня все, один сплошной хамелеонятник, все заросло. Я просто прихожу в свою комнату, это для меня как храм. Но ведь отнимает много времени, денег страшное количество. То есть, наверное, все, что есть, туда и отдается. Ну, это стоит того. Да? Я пытаюсь объяснить людям, которые не занимаются и не понимают, говорят, что кошки, собаки, больше не надо ничего. Что, наверное, что-то в этом есть? Вот, как-то... Ну, это другое. Это просто совсем другое, и, ну, мне кажется, просто немногие могут это понять. Да, кошки, собаки, это не идет ни в какое сравнение. Это совершенно другое, ну... Другой мир. Да, другой мир, другое чувство, да, то есть, когда животные на твоих глазах растут, когда они начинают, там, не знаю, детей делать, да, перецветают. И когда, там, допустим, проблемный какой-нибудь там констр, да, вот у меня много констрикторов, я их очень люблю, и когда какой-нибудь проблемный констр начинает хорошо кушать, хорошо линять, ты его лечишь. Господи, это такое чувство. И вот, ну, самое ужасное, это люди, которые говорят, что вы делаете это для выгоды. Это не приносит такой выгоды. Вообще не приносит выгоды. Вот именно разведение личное, оно не приносит. Оно окупает животных в масштабе, может быть, сезона, может быть, кое-как полутора, но это не приносит выгоды. Это животные работают на животных, получается, не более того. А какой-то результат, когда получается ощущение, ну-ка? Это праздник, что-то космическое. Хочется открывать шампанское. Ну и плюс ко всему хочу вот прям добавить, что террориумистика лично для меня, это... Вот мы все живем в городе, да? И когда ты сделал классный террориум с классным животным, ты как бы уходишь из этого урбанизма. И вот именно, опять же повторюсь, это храм, к которому ты приходишь и отдыхаешь от всего городского. Это отдушина. Отдушина. Меня зовут Денис, это Борис. Мы занимаемся популяризацией, разведением, содержанием скорпионов. У нас в коллекциях суммарно около, наверное, уже 80 видов. Да. Мы стараемся сфокусироваться как раз на разведении видов, которых никогда до этого не было в российской зоокультуре. Чтобы показать людям, что существует намного больше видов, чем те, которые сейчас популярны в зоомагазинах. Такие как гетерометрус, пандинус, которые просто заводят из природы в неограниченном количестве и продают зоомагазины. А мы стараемся сфокусироваться на разведении и открыть для людей новые виды, которых никогда не было ни в России, некоторых, возможно, даже не было и в Европе. Но для нас это именно интересно, потому что это уникальные животные, которые сейчас обделены вниманием террорумистики. И они происходили практически в неизменном виде почти 400 миллионов лет. Это говорит о том, что сама концепция их строения практически идеальны. И вот, в принципе, меня всегда тянуло на всякие древности. Вот, собственно, поэтому я начал заниматься скорпионами. Для меня это, так сказать, апофеоз древности, примитивности живого существа и в то же время как раз идеальность его концепции, которая позволила ему, не претерпевая существенных изменений, просто появиться раньше динозавров, пережить их. Всем сейчас задаю вопрос. Ребята, а вот вам скажут, знаете что, не надо заниматься вот этой ерундой. Мы все равно будем. То есть, душа не может остановиться? Конечно. У вас дети хорошо относятся к животным? Интересуются. Интересуются. И вы считаете это нормальным и правильным? Нормальным, да. Как вы думаете, детям общение с животными дает ли что-нибудь положительное? Да. Умение оценить маленькую жизнь, мнение вообще ценить жизнь, мнение уважать тех, кто слабил тебя. Понимать, возможно, заботиться о том, да. А зачем вы держите животных? Ну, потому что это интересно, это очень весело, как бы наблюдать за ними. Мне кажется, что это, как бы, все держат животных, все их любят. Кто-то начинает. Это просто очень интересно. Полезно ли это? Да, полезно. Потому что это общение с живыми существами, ты учишься ухаживать за ними, наблюдать за ними. Это крайне развивает имя морально. Это очень классно. А что мама скажет на это? С моей точки зрения, кроме экологического воспитания и развития, это еще для взрослых и для детей. Подход другой уже, отношение другое к природе. Не только потребление, но и какое-то созидательное отношение в большей мере развивается. При, ну, с пеленок, при наличии животных дома. Не только домашних, но и диких. Как тебя зовут? Ника. Ника. И если ты сюда приехала, то ты, наверное, любишь животных? Да. И дома кто-то живет? Да. Кто? Киска. Киска. А какие-нибудь экзотические животные нет? Ну, тоже неплохо. То есть, все равно, ты приехала сюда посмотреть на зверей? Да. Отлично. И насколько тебе нравятся животные? А что там? О, все будет. Да, я вижу. Я вижу, что филины тебе тоже очень нравятся. Хорошо, а давайте спросим у мамы. Давайте. Дома только киска. Только киска. Больше никого нету. Никого нету. Но вы на выставке, где есть змеи, ящерицы, лягушки, черепахи. Это только благодаря вам, благодаря Нике Зубре. Обожаем просто смотреть ваши ролики. Мы сами не забудем, потому что все это требует времени и ухода. А просто завести из-за того, что все это такое миленькое не хочется. Все-таки у нас уровень ответственности такой очень серьезный. Но, тем не менее, животные очень нравятся, да? Конечно. Ну, нам проще пойти в антицетариум, сходить, если надо посмотреть почту. А вообще, как вы к содержанию относитесь? Отлично. Если люди этим серьезно занимаются, так как вы занимаетесь, это просто великолепно. А зачем вы занимаетесь животными? Почему они вам интересны? Ну, у меня с самого детства была какая-то космическая тяга к животным. Ну, вот, вообще необоснованная. И с самого начала я не могла понять, каким животным меня тянет. И вот к 12 годам как-то устаканилось амфибии, вообще, пресмыкающиеся и так далее. И к животным, ну, почему я занимаюсь именно животными? Потому что мне кажется, что сейчас животные – это самый незащищенный организм у нас по планете. Потому что все-таки вымирание видов – это, конечно, проблема. Но вместе с тем это и наши интересы, да? Если нам сейчас сказать «прекратите заниматься», мы вам больше не разрешаем. Что с нами будет? Не знаю. Бунт какой-нибудь будет. Ну, мы, наверное, погибнем от грусти и печали, либо поднимем восстание. Я не знаю. Вот что-то между. Понятно. Я понял. Маша такая жесткая, Настя. Ну, Ксаш, ты всю жизнь держишь животных. Всю жизнь. Дай бог памяти. Конец 60-х. 69, по-моему. Вот. Лет 50 у тебя, стаж трейлермистики. А скажи, а счастье тебе это дало в жизни? Поскольку не бросил, наверное, да. Интерес в жизни? Стремление? Да, пожалуй. Я, правда, привязан к дому. Особо уехать никуда не могу, но... А, еще денег не дало. Иши. Слушай, но дело же не всегда в деньгах, а вот дело в том, что у тебя происходит внутри. Вот удовлетворение своей жизнью. Ты можешь назвать себя действительно счастливым человеком? Пожалуй, да. Ну, совсем счастливым буду, когда я смогу выполнить несколько своих мечт. Связанных с трейлермистикой? Ну, естественно. Егор собирал, я ему немножко помогала, в общем, в его работе, на память надо. Спасибо большое. Как, Рогатка? Хорошо. Живет, растет, кушает. Вообще... Кушает только карася. Щупку не хочет. Не нравится. Бывает. Индивидуально. Мы подписали, а это, Евгений, фурнитурка, разберетесь. Да, конечно. Чтобы повешать было. Да. Та-да! У нас тоже канал. Спасибо. Беслоногие. Я, 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 да, я впечатлен. У них четыре пальца вместо пяти на передних конечностях. То есть это явно приспособление для копания. У них немножко другой формы панциря. И я таких черепах не видела больше никогда нигде.